Привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Адровол и его ведущий Степл. И сегодня в программе у нас очередной скальник. Скальное убежище, расположенное в самом центре столицы Заполярья Мурманске. Вот это вот сооружение, оно имеет очень интересную историю. Помимо того, что оно использовалось как убежище, строилось оно совершенно под другие цели. Строилось оно во время Великой Отечественной войны. И вы ни за что не поверите, для каких целей изначально проектировалось это подземное сооружение. Будет интересно, оставайтесь на канале. Поехали! Где должна была быть сцена и зрительный зал. Например, вот это вот бортовой УАЗ. Часть этого убежища на сегодняшний день является живой, действующей обык. Большинство мурманчан даже не представляют себе, что под асфальтом, по которому они ходят, находятся такие вот подземные хоромы. Во время съемки видео я озвучил версию истории строительства этого сооружения, которую мне рассказали мурманские краеведы, ссылаясь на найденные ими архивные документы. Но версия эта выглядит настолько безумной и нереалистичной, что в нее легко поверить, особенно учитывая склонность советских властей к реализации масштабных проектов. Сразу хочу отметить, что сам я этих документов не видел. Но в пользу того, что эта версия имеет право на существование, говорит и конфигурация самого сооружения. Исходя из всего сказанного, стоит взять за основу, что есть два толкования истории этого места – общеизвестное и услышанное мною от местных исследователей. В видео я рассказываю именно вторую версию. Пишите в комментариях ваше мнение о том, какая из версий истории создания этого объекта кажется вам наиболее правдоподобной. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение на этот счет. В центре Мурманска стоит неприметная маска сооружения – здание, которое должно было скрывать истинное назначение вот этого автомобильного въезда. И дальше по наклонному входу мы опускаемся вниз, внутрь скальной породы, внутрь выработки, проложенной сквозь скальную породу. И оказываемся на берегу подземного озера. Конечно же, это озеро не планировалось при строительстве этого сооружения. Но после того, как вот это сооружение было заброшено, его затопило грунтовыми водами. И передвигаться сейчас здесь можно только на лодке, только на каком-нибудь плавсредстве. Это убежище интересно своим первоначальным предназначением, которое было запланировано как бы при его строительстве. Местные краеведы выяснили в архивах, нашли документацию в архивах, что здесь должен был быть подземный театр. Например, вот это помещение планировалось под гардероб. Ну что, разворачиваемся? Блин, вытащи весло, отталкивайся ему лучше. Просто все равно. Конечно, грандиозное сооружение. И сейчас мы подплываем к выработке, она будет слева, где должно было быть фойер. Кое-где здесь встречаются артефакты со времен строительства этого скальника. Например, вот двигатель. Скорее всего, генератор был здесь. А выработка слева планировалась под фойер. И только сейчас мы приближаемся к основным залам, очевидно, где должна была быть сцена и зрительный зал. И там масштабы, конечно, намного больше. А это кто-то на плату тут плавал. Плавал я тебе, ну... А, видимо, его к берегу привязали, ну, притащили, его потом унесло. Нам туда, 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 туда. Ну, сейчас занесет. Сейчас я оттолкнусь, если что. И вот мы заплываем в основной зал, где, собственно, и должен был располагаться зрительный зал и сцена. И обратите внимание, какие там масштабы. Высота потолков там сколько, Макс, по-твоему? Не знаю, пока я не догадался. Там еще метра два затоплено где-то точно, наверное. Да, если метра восемь-девять. Около девяти метров высота потолков. Вот в этих бетонных боксах сейчас находится техника, которая участвовала в строительстве сооружения. Скажем так, в его перестройке об этом я расскажу чуть позднее. Техника здесь уже современная. Например, вот этот вот бортовой УАЗ. Нам туда надо вперед проплыть. По общей принятой версии, в 1942-43 годах началось строительство главного городского убежища, в котором должны были располагаться основные руководящие городские органы, и оно могло еще принимать во время бомбежек обычных граждан. В таком виде оно было сдано в эксплуатацию в 1943 году и прослужило до 1950-х годов, когда появился проект расширения убежища. Строители здесь бросили технику, которой велась уже реконструкция этого скального убежища. И часть, на самом деле, часть этого убежища на сегодняшний день является живой, действующей. Об этом я сейчас тоже расскажу чуть позже. Во время работ был вскрыт водоносный слой, и, несмотря на все усилия, справиться с пребывающей водой не удалось. Решено было часть убежища, в которой поступала вода, отделить забутовкой от остальной площади сооружения, которая благополучно функционирует и по сей день. Позднее затопленный объект пытались перестроить под гражданские нужды и организовать там подземный гараж. Но решить проблему затопления так и не удалось, и объект был заброшен. А пока просто обратите внимание, какие масштабы. Вот это должен был быть зрительный зал и сцена. И все это в 40-х годах, в голодных 40-х годах, было спроектировано и строилось. Место по-своему уникальное. Ходят слухи, что это убежище планировали соединить со штабом МПВО, о котором мы рассказывали в одном из предыдущих роликов. И на фотографии даже видна выработка, ведущая в сторону этого сооружения. Но в итоге эти два объекта так и не были соединены друг с другом. Сейчас я расскажу о том, какая непростая судьба сложилась у этого подземного сооружения. Как я до этого и рассказывал, местные краеведы нашли документацию, которая рассказала им о том, что во время строительства этого сооружения планировалось здесь построить подземный театр. И это все в 40-е годы, в голодные 40-е годы, только прикиньте. Потом по какой-то причине работы были остановлены. И много десятков лет эти выработки простояли заброшенными в самом центре города. О них вспомнили в 70-х годах, когда здесь было решено построить для местных жителей подземный гараж. Началось строительство, начали возводить вот эти вот боксы. Именно поэтому мы сейчас здесь можем видеть современную технику, современную строительную технику. Вот этот вот УАЗик, Грейдер, который строители здесь оставили. И по какой-то причине эту идею тоже не удалось реализовать. И так более четырех десятков лет это уникальное сооружение стоит здесь заброшенным. И большинство мурманчан даже не представляют себе, что под асфальтом, по которому они ходят, находятся такие вот подземные хоромы. Но все же часть, часть этой постройки нашла свое место в жизни. Вот там вот есть проход, за которым находится забутовка. И за ним уже расположена действующая живая часть, которая отведена под убежище. Такова судьба такого необычного сооружения. Будет интересно, оставайтесь на канале. Поехали. А куда мы поехали? Поплыли.